Посмотрим. Итак, первый выход Елены Каминской. Вспомнить, что ты женщина. Пожалуйста, Елена. Лена, остановись. Леночка, вернитесь, вернитесь, пожалуйста, вот сюда. Правильно, Леночка. Просто идеально. Сергей, вам нравится, да? Супер. Нет, она хотела пройти сквозной. А чем это отличается от того, что у нее висело? Вот лосины, футболочка такая. Но это новенькая. Мы же не обсуждаем то, что раньше было. То, что я выбрал в данный момент на самошопе, это самое главное. Что я выбрал то, что ей подошло. Но на самом деле я не могу назвать это не слишком женственным, не слишком разнообразным. Вы выглядите скорее как домохозяйка, а не как женщина в расцвете. Слово нашему независимому эксперту. У нас в гостях Сок Диана, певица. Вы знаете, что я хочу сказать? Каблук – это уже хорошо, на мой взгляд. У вас, по-моему, очень хорошенькая фигурка. На вас хорошо сидят вот такие узкие брючки. Если честно, я бы просто вот эти вот розовые украшения убрала или что-то вот без украшений. Какую-то футболку, джакетик еще сверху. Ну так вот пробежаться куда-то в кино опять-таки, ну не знаю. И я бы вам хотела посоветовать обязательно выделять время на него, на мужа, на вашего. Потому что когда мужу и жене вместе хорошо, то хорошо и детям. Они это чувствуют, когда все у вас прекрасно. Так что обязательно хотя бы, не знаю, раз в две недельки куда-то ходите. Тем более он вас зовет. Это же хорошо. Спасибо большое, Анатолиада. Я выделила время даже прийти на модный приговор. Я выделила время прийти сюда. Молодец. Спасибо, Ленка. Ступайте переодеваться, дорогая. Идите переодеваться. Конечно, если бы была рубаха просто, а не маечка, белая, белая рубаха по типу мужской, даже на такие узкие брючки, да, и белые бы, ну хорошо, убираем даже каблук, какая-нибудь кроссовочки беленькие. Она была бы такая классная, нарядная и очень модная, стильная. А маечка, которая на ней сейчас, и облегающие штанишки, брючки, точно так, которые висели на вешалках, вот эта куча маечек. Ничего не произошло. Нужны расширенные рамки, посмелее действовать. Меня только беспокоит тот факт, что в этой одежде предлагается вспомнить, что перед нами женщина. Довольно тяжело вспомнить, что ты женщина, если на тебе брюки. Ну вот правда, да? Надо отдать должное, брюки сидят хорошо. Я совершенно согласна с тем, что очень хочется отковырять эту розовенькую гадость с беленькой кофточкой. Спасибо. Ну а сейчас второй выход. Стильная, многодетная мама. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, расскажите, как вам этот вариант? Ну, вот честно, в юбке мне меньше нравится, чем в брюках. Почему? Ну, как-то юбки для меня менее привычны, что ли. Ну, а мальчика та же самая, что была. Только теперь там другой рисунок, но в той же технике. Теперь там бабочки. Мне такие мальчика нравятся. Лена, подними мальчика вперед, чуть-чуть туда ее, туда вовнутрь. Чуть-чуть, только вперед. Заправить вовнутрь? Чуть-чуть. Ну, хотя бы так. Ну, вот на мой взгляд, юбка не моей длины. Я люблю, если юбки и брюки, то или короче, или совсем длинные, да. Сыгзиана, вам слово. Ой, мне на самом деле нравится длина вашей юбки. И цвет нежный такой, женственный. Я вам желаю полностью отдаться и довериться стилистам. Каждой работой, я считаю, должен заниматься профессионал. Как вот вы своей работой. Я, например, не смогла бы со своей психикой работать там, где вы. Поэтому вам, конечно, низкий поклон за то, что вы делаете. Приходите, я вас научу, я набираю учеников. Ага. А я думала, вы меня приглашаете еще раз за лябечкой. Переодевайтесь, дорогая. Выслушаем сейчас Надежду Бабчину. Ну, а что, понимаете, у нас какая задача стоит? Многодетная мама. Ну, да, такая красивая молодая женщина, затюканная многодетная мама. Ты ее этой одеждой немножко взрослишь. Не надо это делать. Это правда. Вот не надо. Раньше времени. Правда. Да, действительно, когда наша героиня только вышла на этот подиум, ее костюм смотрелся несколько взрослым. Было ощущение, что его можно совершенно спокойно упаковать и отправить в Краснодар в подарок маме нашего героя. Потому что, исходя вот из возрастных характеристик, он бы, конечно, подошел в большей степени даме в возрасте мамы Сергея. Спасибо большое, Велина. Ну, а сейчас третий выход нашей поджиданной. Единственное и неповторимое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Леночка, вам понравился этот наряд? Я могу сказать, что вот этот наряд мне, наверное, понравился больше всего. Я вообще очень благодарна Сереже, потому что он без меня способен вообще, примеряя на себя, у нас с ним, как это ни странно, одинаковый почти размер. И он примеряет на себя вещи. А это заметный рост такой. Она ему покупала одинаковый размер. Вам понравился этот образ? Да, и что, я победил. Вы как всегда, вы все время считаете вот так. Вот, я победил. Я говорю. Это ваши жесты. Я победил магазин. Это ваши жесты? Да. Да. Ты знаешь? Да, вот так. Ой, мне очень нравится этот костюм. Белый, белый цвет. Очень вам идет. А вообще, вы очень интересная пара. Я вам хочу сказать, такая. Да, они очень любопытные. Это уникальная просто пара. И я вам желаю счастья. Не растерять этот огонь, который у вас есть, чтобы он разгорался и разгорался, душевал. Потому что это настолько интересно наблюдать за вами. Счастья вам и любви. Спасибо. Сереж, слушай, я тебя хочу спросить. И знаешь, ты такой крутой бизнесмен, самодостаточный, успешный. Каждый раз вот это место метишь, вот это вот свое, значит, типа, моя территория, не подходи, все, я успех, я победил. И всегда так будет. Слушай, а как ты в няньки-то пришел? Я пришел просто по зову души к женщине, у которой проблемы были с детьми, просто помочь. Не каждый мужчина захочет прийти помочь. Даже диван передвинуть, он, я передвину, полноги нет. Но это не важно, понимаешь? А ты пришел помочь с детьми. То есть сознательно, практически, это няня для детей. Нянь, большой нянь. Это как вот у тебя в голове? Это не няня, это замена отца, которого нету. Речь идет о том, чтобы просто мозги им нужно было на место поставить мужику какому-нибудь, понимаете? Да, я понимаю. В переходном возрасте очень тяжело с мальчиком. Мы все понимаем, что его на это толкнуло, и вообще, любовь к детям, или захотелось кого-то повоспитывать, не хватало предмета перед собой, кого воспитывать, понимаешь? Или что-то, вот что тебя двинуло? Ты же ее до этого не знал? Отсутствие стимула к жизни дальше. А-а-а. То есть ты устал, получается, от своего бизнеса, от этих денег, от этих контрактов, договоров бесконечно, и какой-то перспективы... А девушек, наверное, которые его окружали. В конце концов, устал от собственного успеха и решил осмыслить свою жизнь. Так, да? У меня не было хорошей личной жизни. Все женщины, которые мне попадались на пути, хотели от меня только денег. Деньги? Но никакой любви. Ага. Потребительницы попадались. Нет, ну это замечательно. Слушайте, это, конечно, экземпляр просто редкой породы, прямо скажем. Да на самом деле, поэтому продолжай метить дальше территорию, я за тебя. Мне нравится вот этот фасыл, понимаешь? Дети, все, вообще тут. А что касаемо костюма, да прекрасно, медицина с нами. Она навеки, и все, это значит, мы спасены. Я бы что сделал, я пуговицы внизу бы отпорил. Правильно сделал бы, абсолютно. По полной программе, прям сходу. Вот вы нашли хорошую форму жакета. Это довольно сложно при росте метр пятьдесят восемь. Почему бы не размножить этот жакет в вашем гардеробе хотя бы в три цвета? Почему бы и нет? Брюки для такого жакета могут быть и полноценной длины, не укороченной. И тогда под этими брюками вы сможете спрятать, например, босоножки с платформой под носочной частью. И тогда пропорция будет еще более удобной. Давайте все-таки добавим еще в этот костюм конкретно дополнительно аксессуаров. Спасибо большое, Эвелина. Ну что ж, а сейчас настало время отправить нашу Елену прямиком в волшебную комнату к стилистам. Переодевайтесь там в новые наряды, радуйте вашего супруга и нас с вами. Ступайте, какой Ленушка вернется оттуда, увидим скоро. Не переключайтесь, будьте всегда с нами.